Жители Янлабуги и не только встали на защиту ректора Казанского университета. Мэрия Казани готова предложить работу студентам, успешно прошедшим двухмесячную стажировку. Я сегодня хочу поделиться, наверное, с большим сильным опытом, своими переживаниями. Память об ученой Казанского федерального университета Лидии Токсубаевой посвятили выставку в музее. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В честь 116-летия со дня рождения Мусы Джалиля во дворе главного здания Казанского университета состоялось возложение цветов к мемориалу поэта. Напомним, что имя Джалиля тесно связано с историей вуза. В 1923 году писатель поступил на рабочий факультет Казанского университета. Ректору КФУ Ильшату Гафурову продлили арест. На прошлой неделе следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста Ильшату Гафурову, который обвиняется в подстрекательстве к убийству. В ходе судебного заседания, которое состоялось сегодня, ходатайство было удовлетворено. Ильшат Гафуров останется в СИЗО до 25 апреля. Жители Елабуги, ученые и студенты, чиновники и общественные деятели просят освободить из-под стражей ректора Казанского университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству конца 90-х. Издание «Коммерсант» сообщает. Более двух тысяч жителей Елабуги, студентов и преподавателей, а также известные ученые и чиновники потребовали освободить из СИЗО «Матросская тишина» ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Защита Ильшата Гафурова считает, что у него не было мотивов совершать вменяемые ему в вину преступления. Все обвинения пока строятся на показаниях одного из лидеров ОПС 29-й комплекса Дыгана Саляхова, отбывающего длительный срок за многочисленные убийства и руководство банды и троих его подручных, которые также давно осуждены. Примечательно, что все показания неожиданно появились в конце прошлого года, спустя 20 лет после произошедшего преступления. Напомним, что Ильшата Гафурова, бывшего мэра города Елабуга, обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству елабужского лидера ОПС Айдара Исрафилова, кличка Айдарон в конце 90-х. Адвокаты Ильшата Гафурова утверждают, что конфликт по поводу использования городского имущества, который был между мэром города и Айдароном, можно было решить просто, используя административные ресурсы, не привлекая никакие сторонние силы, тем более подстрекая кого бы то ни было к совершению столь тяжкого преступления, как убийство. Тем более, что весомый повод для этого был. Айдарон подозрительно использовал городское имущество. Местный кинотеатр Кама, в котором потом был открыт ночной клуб, активно распространялись наркотики. По мнению защиты, Айдарон пал жертвой бандитских разборок в результате расширения влияния более крупного ОПС-29 комплекс набережной Челны на соседние малые города. В Институте экологии и природопользования откроется новое направление. Учебное заведение начнет готовить биотехнологов и биоинженеров. Обучение первых групп бакалавров и магистрантов начнется уже осенью 2022 года. Реально ли попасть в мэрию на стажировку? Представители администрации города рассказали студентам Казанского федерального университета, «Как пополнить ряды госслужащих»? Смотрите далее. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли встречи со студентами Казанского федерального университета. Представители администрации и мэрии города Казань рассказали, как пополнить ряды госслужащих. Мы посетим объекты инфраструктуры, насосные станции, посмотрим, как работают социальные объекты, как ведется работа с гражданами. То есть вот тот фундамент, на котором строится как раз-таки работа мэрии Казани. Пройти стажировку студентов пригласил глава администрации Вахитовского и Приволожского района. По словам Марата Закирова, городу нужны неравнодушные люди, болеющие за свое дело. Я сегодня хочу поделиться, наверное, больше жизненным опытом, своими переживаниями, что у меня происходило лично в душе, когда я заканчивал инфраструктуры, передо мной открывались широкие дороги, которые сегодня меня привели на эту должность, которую я ранее озвучил. Помимо внедрения в профессию, очень важно, что они получат опыт. Опыт и знания, уже практического применения своих знаний и уже вхождения в свою профессию. Заявки на стажировку от студентов принимаются до 23 февраля. Лучшие из лучших будут приглашены на постоянную работу. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков посетил с официальным визитом Казанский федеральный университет. В рамках проходящей в КФУ недели дипломатического работника, генконсул прочел лекцию студентам вуза на тему «Дипломатия Центральной Азии. Новые горизонты». Далее Ерлан Искаков встретился с руководством Казанского университета в лице в Рио-ректора Дмитрия Таюрского и проректора по внешним связям Тимирхана Алишева. Встреча стала продолжением развития партнерских отношений между странами в рамках сотрудничества КФУ с ведущими научно-образовательными организациями Казахстана. В этнографическом музее Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Русское народное искусство Казанского по Волжье» в памяти этнографа Лидии Таксубаевой. Подробности далее. Географ, этнограф, поэтесса. Своим примером Лидия Таксубаева вдохновляет последователей искать удивительное даже в предметах народного быта. В этнографическом музее состоялось открытие выставки, посвященной памяти выдающейся ученой Казанского федерального университета. Лидия Сергеевна Таксубаева многие из нас очень хорошо помнят, потому что ее не с нами еще только пять лет. И нам действительно не хватает ее мудрых советов, ее душевной теплоты. И уже с первого курса она мечтала попасть в экспедицию, все для этого делала, чтобы поехать в поле. Постепенно сложился ее круг научных интересов, а именно изучение декоративно-прикладного искусства. И это стало... вообще это было белым пятном. До нее не изучали. На выставке представлены монографии и стихи Таксубаевой, фрагменты дымовой резьбы, народные вышивки, концы полотенец. Все, что так бережно собирал этнограф для коллекции музея. Зачастую это то, что находится в повседневности у человека. То, к чему на самом деле люди не привыкли относиться трепетно. Потому что это для многих обычные куски материи, ткань, дерево, которые либо сжигают, либо выбрасывают. А на самом деле это большой пласт культуры, который можно увидеть фактически сейчас только в музеях, на каких-то выставках или специализированных хранилищах. Экспозицию можно посетить с 14 февраля по 13 мая. 26 февраля в рамках выставки пройдет лекторий Open History. С докладом о декоративно-прикладном искусстве среднего Поволжья выступит куратор выставки Елена Гущина. Ариатна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось заседание Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского федерального университета. Директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова отметила достижения студентов, в частности, деятельность научных кружков. В нашем университете, согласно закону образования, все нормативные документы, все решения, которые касаются именно наших обучающихся, они принимаются с учетом мнения Координационного совета. Это нас с вами куда входит, то есть если смотреть, порядка вообще 400 организаций и объединений нашего университета и профсоюзная организация студентов, которая объединяет более 20 тысяч человек. В набережных Челнах прошел сбор средств для реабилитационного центра. Площадкой для проведения мероприятия стал Казанский федеральный университет. Картины, глиняная посуда и другие поделки, созданные особенными детьми, отправились к новым хозяевам. В инжиниринговом центре набережной Челнинского института Казанского университета прошла благотворительная ярмарка «Мир наполнится любовью». Собранные средства будут вложены в ремонтные работы для создания пространства, в котором люди с инвалидностью 18+, пожилые люди, люди нуждающиеся в помощи, будут получать помощь, поддержку. С ними будут заниматься, их будут обучать самым начальным профессиональным навыкам, которые в дальнейшем они смогут реализовывать в своем профессиональном поприще и зарабатывать. Мы должны любить и иметь сострадание тех, кто рядом, особенно если люди как-то под каким-то жизненным ситуацией оказались в такой не очень хорошей ситуации. Причем, к сожалению, это ведь не от них зависит. Поэтому я очень благодарен, что вы с собой собрались. Надеюсь, что сегодня вы что-то для себя познаете новое и самое главное поймете, что мир большой и люди очень все разные. Инициатором мероприятия выступили Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» и Набережный Челнинский институт КФУ, представивший площадку для его проведения. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!